Добрый день, друзья! Сегодня мы совершим экскурсию по Кнессету, парламенту Израиля. Кнессет существует с 1949 года, но только в 1966 году переехал в постоянное здание в Иерусалиме. Здание имеет форму квадрата с десятью колоннами на каждой стороне. Архитектурный ансамбль разрабатывала девять архитекторов под руководством Йозефа Кларвейна. Для отделочных работ использовали с красноватым оттенком камень из Галилеи. Стены в различных залах отделаны деревом. Все очень элегантно, просто, удобно, без излишеств и роскоши. Это зал пленарных заседаний. Западнее от него – зал для приема гостей и торжественных церемоний. Он был создан марком Шагалом и носит его имя. Собственноручные творения Шагала украшают стены. Мы видим три огромных гобелена на одной стене и картину, выполненную мозаикой, на другой. Также мозаика украшает пол зала. Искусство украшать пол мозаикой уходит корнями в V-VI века н.э. Тогда мозаика украшала помещение синагог. Двенадцать асимметричных по своей форме напольных мозаик Шагала выражают стремление и любовь к жизни еврейским традициям и земле Израиля. Настенные гобелены отображают историю еврейского народа от момента возникновения, исхода из Египта, возвращения в Сион и пророчества самого Шагала о далеком будущем. В них есть и воспоминания Шагала о своем детстве, проведенном в Витебске. Удивительный факт. Прежде Марк Шагал никогда не создавал гобелены. Но когда в 1960 году к нему обратились с просьбой украсить интерьер будущего Гнессета, он решился помимо мозаики и картин оформить зал гобеленами в виде трептиха. Работы по созданию гобеленов велись в Париже с 1965 по 1968 год. 144 вида ниток различного цвета и оттенков использовали мастера-ткачи. Высота боковых гобеленов почти 5 метров, а ширина 5,5 метров. Ширина центрального гобелена 9,5 метров. И каждый гобелен подписан лично Шагалом с указанием даты создания рисунка. Рядом подпись мастера-ткача и дата завершения гобелена. В июне 1968 года гобелены торжественно вручили к Нессету. Шагал произнес, произведение искусства не должно быть понятно. Если в нем все понятно, то с художественной точки зрения обязательно чего-то не хватает. А еще добавил, что его произведения невозможно интерпретировать, ибо он сам не в состоянии их понять, ведь им завладевают сами образы, и поэтому различные трактовки его творчества другими – ничто иное, как глупость. На гобеленах Шагал изобразил пророчество Исаии о том, что люди и животные в конце-то концов будут жить в мире согласии, не опасаясь друг друга. Образы Моисея и царя Давида на гобеленах – это две ключевые фигуры. Шесть свечей символизируют шесть миллионов евреев, погибших в катастрофе. Птица возвещает о создании государства, мальчик зажигает минору – символ государства Израиль. И, конечно же, сцены любви и материнства, еврейские праздники и святой город Иерусалим. Невзирая на большое количество образов и сцен, создающих, казалось бы, неразбериху, гобелены Шагала вызывают восторг и восхищение. Аналогичной с напольной мозаикой, она выложена из цветных камней, большинство которых собрано в различных уголках Израиля. Но камни желтого и оранжевого оттенка – это специальное итальянское стекло. Его привезли по личному приглашению Шагала итальянские мастера мозаики. В 1965 году Шагал дополнил настенную мозаику темой из книги «Тейлим». «У рек Вавилона сидели мы и плакали, вспоминая Сион, если забуду тебя о Иерусалим, да не ми, десница моя». Работу Шагал завершил до открытия Кнессета в 1966 году. А возле ступенек ведущих в зал Шагала находятся два исторических документа – копия оригинала Декларации независимости и Ярусалимская конвенция. Оригинал Декларации хранится в Государственном архиве Израиля. Декларация независимости была зачитана 14 мая 1948 года Давидом Бен-Гулионом и подписана им лично вместе с 38 членами Народного совета. Ярусалимская конвенция – это присяга верности государства Израиль-Ярусалиму. Она была подписана 21 мая 1982 года в день 25-летнего юбилея Объединения Иерусалима. Кроме гобеленов и мозаик Шагала, Кнессет украшают различные картины и скульптуры других авторов. Их имена я указала в описании под этим видео. Это зал пленарных заседаний. Он выполнен в три этажа. Депутаты Кнессета заседают в зале, в центре которого установлен стол правительства, имеющий форму подковы. В передней части зала расположен президиум Кнессета. За президиумом – стена. Ее автор – скульптор Даня Караван. На стене выпито панно «Небесный и земной Ярусалим». Да снизойдет благодать на любящих и просящих благодельствия для Ярусалима. Высота стены 7,5 метров, а ее длина 30 метров. В левой части стены – портрет Теодора Герцеля, основателя политического сионизма, а в центре – государственный флаг Израиля. Потолок из 12 подвешенных балок также оформил Даня Караван. Каждый из балок весит порядка 300 килограмм. 48 прожекторов освещают этот зал. В зале пленарных заседаний два балкона отведены для гостей Кнессета. Один для особо важных, с отдельным местом для президента, а другой – для обычных посетителей. Это библиотека Кнессета. У входа здания Кнессета установлена бронзовая минора, автор Бену Алькан. На миноре библейский стих «Не страхом и не силой, только духом моим». Минору украшают силуэты библейских героев и описание истории еврейского народа со времен основания до провозглашения государства Израиль. Высота миноры 4,3 метра, ширина 3,5 метра и весит она более 4 тонн. На четвертом этаже Кнессета минора другого мастера Элиезера Вайсгов. Она была подарена Кнессету Еврейским национальным фондом в 1999 году в честь 50-х годовщины заседания парламента. Посетить Кнессета и ознакомиться с его деятельностью, принципами демократии, с произведениями искусства, выставленными в Кнессете, может каждый желающий. Экскурсии проводятся бесплатно на 8 языках – иврит, арабский, английский, французский, испанский и русский. Подробные о посещении я также указала в описании под этим видео. Удачи вам, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok